Человеческое сердце Алтайский краевой кардиологический диспансер – это уникальный комплекс, с открытием которого в 1988 году завершилось формирование кардиологической службы в Алтайском крае. Его создание 25 лет назад во многом опередило свое время. Дорогие коллеги, 25-летие нашего кардиодиспансера – это дата, которая позволяет и подвести итоги, и строить планы на будущее. Сюда пришли люди с городской больницы, где была неотложная кардиология, и с краевой, откуда пришла кардиология плановая. И теперь сплав того и другого как раз и получился наш кардиодиспансер, который является основным флагманом кардиологии в Алтайском крае. На состоявшемся в Москве в октябре 2011 года очередном Российском национальном конгрессе кардиологов, главный кардиолог Российской Федерации, академик Евгений Иванович Чазов, в своем выступлении отметил, что Алтайский край является примером региона, где благодаря активному внедрению инновационных технологий, кардиологии отмечается снижение смертности от болезней системы кровообращения. Дорогие коллеги, за последние два года, после того, как у нас изменилось все и здание, и то, что мы получили новые технологии, у нас развивается активная хирургия, рентген-хирургия, отделение нарушений ритма. Мы оказываем помощь в максимальном объеме, который можно оказать в настоящее время в этом месте. Хирургия есть искусство, и как таковое она более всего требует творчества. И менее всего мириться с шаблонами. Где шаблон, там нет ошибок. Где творчество, там каждую минуту возможна ошибка. Долгим путем ошибок и промахов вырабатывается мастер. Я рад, что у нас все получается. И надеюсь, что мы будем осваивать новейшие технологии, и все это будет нам по плечу. Мы будем развивать сеть кардиологической помощи и в Алтайском крае, и в городе Барнауле. Самая главная ценность кардиодиспансера – это его люди. Это те, кто своим трудом 25 лет назад заставил биться мощное сердце кардиоцентра. Кто все эти годы поддерживал его ритмичную работу. Если вы зададите вопрос, кто стоял у истоков кардиологии нашей, то я не смогу ответить на этот вопрос, указав на кого-то конкретно, на какое-то лицо. Принимали участие все. Мы пришли, в общем-то, на пустое место. И счастье тех, кто был первыми, тем, что мы начали с нуля, и сейчас видим результаты своей работы за 25 лет. Вот за это я всегда испытываю гордость. Я работаю уже 25 лет, я здесь с самого основания. Я вспоминаю, конечно, Эмилию Яковлевну Зиновьеву, которая была заведующей кардиологическим отделением краевой больницы в свое время. Я с ней работал некоторое время, и у нее учился. Очень была грамотная женщина, и такая с характером, и я от нее много научился. Я вспоминаю, был Матвей Львович Вульфович. Некто, кто его может услышать. Был такой великолепный доктор, который разбирался во всем. Ныне покойный Давид Исаакович Сафир, с которым мы много лет дружили, который тоже и в кардиологии разбирался, и был великолепным доктором в других науках. Ну и вот в грудной хирургии я там работал терапевтом. Я помню Рыбакова, помню Юлия Ивановича, главного хирурга. Потому что я, ну вот это мои основные учителя, о которых у меня самая добрая память. Самым главным моим наставником, учителем, это была моя мама, которая всю жизнь отработала хирургом. И когда я поступала, то есть я себя немыслимо, не мыслила другой специальности, кроме как врач. Особо хочется отметить своих наставников Наталью Петровну, Гончаренко Арина Ивановна, Наталью Владимировну, Никулину Елену Геннадьевну, Чумакову Галину Александровну, Бобровскую Людмилу Александровну, ну и всех остальных. Эти люди самые близкие для меня, люди искренние, которые участвовали в моем, как бы, можно сказать, небольшом, но профессиональном росте. Хочу вспомнить тех наставников, тех людей, которые обучали меня. Это заведующее отделение, в которое я пришла и которое практически, да не практически, в принципе, научило меня всему. Это Гончаренко Ирина Ивановна. Мы помним наших учителей, мы помним наших ветеранов, мы помним и тех, кто ушел от нас. Мы храним у них память и думаем, что и о нас тоже будут вспоминать только в хорошем смысле. А глянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молодым мы были, как молодым мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молодым мы были, как молодым мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молодым мы были, как молодым мы были, как искренне любили, как верили в себя. В небесах отгорели сорницы, И в сердцах утихает гроза. Не забыть нам, любимые лица, Не забыть нам, родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молодым мы были, как молодым мы были, как искренне любили, как верили в себя. Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, безнадежно. Как трудно сердцем пережить людским и осознать, почти что невозможно. Когда, казалось, молодость, рассвет, и впереди путей еще так много. Но догорел заката яркий свет, и лишь одна открытая им дорога Бесследно спрячет бремя белый снег прошедших лет и дней давно минувших. Короткой жизни завершен пробег. Господь, как и видно, забирает лучших. Десятки тысяч людей обязаны своим выздоровлением или даже самой жизнью алтайским кардиологам. Как сказал Гиппократ, некоторые больные, несмотря на сознание обреченности, выздоравливают только потому, что уверены в мастерстве врача. Кардиология – специальность номер один в здравоохранении, номер один. И служба кардиологии номер один. Мне радость доставляет тогда, когда я помогаю больному. Или встречаюсь человека, который ты оперировал лет 10-12 назад, и он говорит, да я нормально все живу, у меня внуки, у меня вот это, у меня... Вот здесь, правда, здесь ты чувствуешь удовлетворение, что ты не зря простоял там, не зря ты ему эту операцию сделал, то есть ты человеку продлил жизнь и улучшил его качество жизни. Милосердие к людям, любовь к людям – это же движение, это чисто человеческие чувства. Эта профессия – это жизнь. Это жизнь. Вот чтобы они жили и понимали, что каждый живет свою жизнь, и жизнь в этой профессии, в медицине и в частности в кардиологии – это далеко не самое плохое. В конце концов, мы делаем людям добро. Мы стараемся, в общем-то, выполнять все это и как бы не задумываться, что вот мы что-то какие-то великие там. Это работа. Обычная работа, как у всех других. Как самочувствие? Хорошо? Громче? Хорошо. Все прекрасно. Это проблема, которая появилась у пациента, и он мог бы умереть, но сработали врачи, и на скорой помощи, и наши кардиологи. И мы еще подготовили и исправили его. Алтайский краевой кардиологический диспансер на очень хорошем счету среди кардиологов страны, как медицинское учреждение, использующее самые передовые мировые технологии и оснащенное, по последнему слову, технике. Предметом особой гордости кардиологов является капитальный ремонт центра. В стационаре мы провели огромный ремонт. Я думаю, что это нужно назвать евроремонтом. Пребывание пациентов сейчас – это на уровне пребывания, наверное, в гостиничных номерах. У нас появились дополнительные корпуса, появились дополнительные операционные. Это пять кардиохирургических операционных и три рентгенхирургических операционных. Мы можем стентировать коронарные артерии, другие артерии при необходимости. Мы можем лечить врожденные пороки сердца, мы можем удалить инородное тело из полостей сердца. И все это малоинвазивные методики, как бы, это очень большие перспективы. За 25 лет мы развились очень здорово. Возможности есть, и их надо использовать. А эффективность использования этих ресурсов, технических, кадровых, зависит от уровня организации. От уровня организации, чем и должен заниматься диспансер. В стенах Алтайского краевого кардиологического диспансера выросла плеяда замечательных кардиологов, которые работают не только в кардиодиспансере, не только на территории Алтайского края, но и далеко за его пределами. Выпускники кардиоцентра работают в Америке и Германии. Уважаемые друзья, я обыкновенно взволнован уникальной возможностью передать вам мои поздравления по поводу 25-летнего юбилея кардиоцентра. Это место особое для меня. Для меня это место как родительский дом. Это место, где я делал первые шаги, где я делал ошибки, где я падал и поднимался. Уроки, полученные в кардиоцентре, не раз спасали меня в разных жизненных ситуациях. Я думаю, что они позволили мне спасти не один десяток жизни. Алтайский краевой кардиологический диспансер – это уникальное место для молодых коллег, которые заканчивают медицинский институт, делают первые шаги в медицине. Здесь есть высококлассные специалисты, которые научат их бережному отношению к делу, бережному отношению к пациентам и научат любить профессию под названием «Врач-кардиолог». Здесь, в Алтайском краевом кардиологическом диспансере, практически с первого дня его образования, наша кафедра основала здесь базу для обучения кардиологии студентов, врачей. И пытаемся вырастить из них кардиологов и кардиохирургов, которые будут помогать нам дальше нести знамя наши кардиологии, и мы будем прирастать им. Сегодня развитие Алтайского краевого кардиологического диспансера идет поступательно эволюционным путем. Впереди много хорошего. Будут еще научные открытия и международное признание, которое есть уже и сегодня. Очень привыкла к тому коллективу, который существует у нас на сегодняшний момент. Люблю и готова работать с каждым из вас. Наш корабль идет вперед, значит, на нем есть команда. Конечно, у каждого члена команды есть свои мысли, есть свое направление какое-то. Но пока мы смотрим в одну сторону и делаем одно дело. Хочется надеяться, что новые десятилетия для Алтайского краевого кардиологического диспансера будут не менее плодотворными и насыщенными, чем прошедшие 25 лет, наполненными служением человеческому сердцу. Надежда на лучшее в каждой операции. В этот день хотелось бы поздравить всех коллег, всех сотрудников кардиодиспансера, всех, кто работал, особенно тех, с кем мы начинали, может быть, сегодня в силу разных обстоятельств, работающих в других учреждениях Алтайского края, поздравить с этим юбилеем. Хочу, чтобы у вас все было удачно в семье. Пожелать всем счастья. Что такое счастье? Это состояние внутренней гармонии. Долгих лет всем жизни, пребывания в стенах данного диспансера, успехов, здоровья, семейного благополучия и, самое главное, профессионализма во всех наших начинаниях. И хочу всем пожелать, ну, получать радость от своей работы. Остальное все приложится. Хочется пожелать здоровья всем пациентам, хороших пациентов, хороших результатов. Для медперсоналу терпения и удачи. От всей души желаю коллегам успехов в работе, им здоровья, и здоровья их пациентов. Все есть для того, чтобы испытать удовлетворение от своей работы, вот, и успехи не замедлят ждать. Желаю здоровья, профессионального роста, дружной работы между отделениями. Хочу всех сотрудников нашего родного кардиодиспансера, начиная от санитарочки, дворника и кончая главным врачом, поздравить с 25-летием, пожелать самого главного – это быть самим здоровыми и трудиться, трудиться и трудиться на благо наших пациентов. Счастья в семье, на работе, чтобы хотелось приходить на работу, поменьше тяжелых больных, побольше улыбок. Я всем желаю здоровья, желаю душевного спокойствия, благополучия семейного, здоровья вам, здоровья всем вашим близким, родным, удачи. Успехов, здоровья, не зацикливаться на заработки, на деньгах. Конечно, процветания, профессионального процветания, оставаться такими же стремящимися к знаниям, освоению новых методов лечения, безусловно. Всем крепкого здоровья, всем крепких семей, всем, чтобы дети наши приходили в нашу специальность работать. С праздником вас, ребята! Добра вам, счастья, материального благополучия. Дорогие коллеги, я поздравляю вас с нашим юбилеем, желаю вам здоровья, благополучия, успехов. И хочу, чтобы вы работали с нами в нашем центре как можно дольше, потому что от вас зависит здоровье тех людей, которые приходят к нам получить помощь, которую они не могут получить нигде. И только вашим стараниям, вашими сердцами, руками мы можем дать им это. С праздником вас! Жизни нет конца, пока горят сердца, пока поют сердца у нас. И мы идем вперед, спешит за годом год, И пролетает год, как час. Сердце стучит и бьется, значит, Сердце мы отдаем другим. Трудно, но нам нельзя иначе, Сердце России защитим. Морозною зимой и в жарке летний зной, Мы бережем сердца людей, Ведь кардиолог тот, кто для других живет, И нет для нас забот важней. Сердце стучит и бьется, Сердце стучит и бьется, значит, Сердце мы отдаем другим. Трудно, но нам нельзя иначе, Сердце России защитим. Сердце стучит и бьется, Значит, сердце мы отдаем другим. Трудно, но нам нельзя иначе, Сердце России защитим. Сердце стучит и бьется, значит, Сердце мы отдаем другим. Трудно, но нам нельзя иначе, Сердце России защитим. Сердце стучит и бьется, значит, Сердце мы отдаем другим. Трудно, но нам нельзя иначе, Сердце России защитим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok